Меня зовут Талгат Итаев, я владелец TI-детейлинга и по совместительству блогер. Мне 33 года, я много раз об этом говорил, я с города Ак-Тубе приехал в Алмату в 2005 году, был студентом, потом закончил, стал работать, в простых ТО работал и в нацкомпании. В итоге любовь к автомобилю взяло вверх, я уволился со всех мест и стал заниматься уже своим любимым делом. Были проекты, которые я собирал, особенно, многие меня знают больше, как человек, который реставрировал, так скажем, старые Мерседесы олдскульные и первая известность пошла оттуда. С того момента появились какие-то подписчики у меня, я помню этот момент, когда первые три тысячи людей, мне казалось, как будто это три миллиона людей. И вот блогерство стал потихоньку развивать, и то не было никакой конкретной стратегии. Вещал, рассказывал, чем занимаюсь, что ем, как делаю это все и так далее. И вот в итоге стал, сам не понял, как стал блогером. Сегодня, на сегодняшний день я уже как-то даже не представляю свою жизнь без инстаграма. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Я всегда любил все автомобили, любые марки, модели и так далее. Все, что имеет четыре кореса и руль, и не только, мотоциклы в том числе. И многие вот мои подписчики знают, что я больше любил раньше Мерседес. Так уж получилось, что вот... Я даже расскажу, когда я впервые полюбил BMW. Года два-три назад, не помню точно, я подарил своей супруге BMW 5-й серии в кузове F10. Это была 535-я X-Drive полноприводная. Подарил, так уж получилось, что АИ мне было в стране. И два-три дня у меня была возможность покататься на этой машине. Вы знаете, вот я помню четко этот момент, когда впервые я вот присмотрелся к BMW. Вот она едет, вот едешь в потоке, хочешь сделать маневр влево-вправо, хочешь немного обогнать. И вот когда ты рулишь, поворачиваешь рулем и нажимаешь газ, вот все идет так, как ты вот от нее ожидаешь. Не бывает такое, что ты нажал газ, там, провал или как-то рулежка тебе разочаровала, да. То есть машина реально как будто с тобой коннектится. И вот едешь и кайфуешь. И тогда впервые я вот полюбил BMW. Вот так вот поразила меня Бэха впервые. У меня все-таки была одна BMW даже тогда, когда я очень сильно любил Mercedes. Это BMW 7 в кузове E38. Больше всего меня поразила в этой машине ее комплектация. Это просто наижирнейшее, вот простыми словами скажу, это просто наиполнейшая BMW 7. Таких я не видел. То есть меня купила ее комплектация больше. Это она была в темно-синем цвете, примерно вот в таком же, с рыжей кожей. Знаете, там было все, от столиков, телевизоры. У него там была гидроподвеска. К сожалению, я не смог ее до ума довести. Их не производят. Мы пытались реставрировать. Я не хотел убирать эту гидроподвеску, так как она идет с завода. И, кстати, семерка была 750. Это 5,4 в 12. Она очень круто выглядела. Но от езды я не кайфовал. Из-за того, что были большие колеса, плюс гидроподвеска реставрированная. Как раз вот нужны были деньги. У меня еще была другая машина. Мне пришлось продать. И эту машину, кстати, забрали в Российскую Федерацию, город Новосибирск. Надеюсь, все с ней хорошо. Но это очень редкий экземпляр. И за такие машины действительно надо браться. На тот момент ни времени, ни возможности не было бы довести ее до ума. История про X7. Год назад я уже на тот момент типа известный блогер. Меня стали приглашать автосалоны, брать машину на тест-драйв. И на тот момент мы решили открыть YouTube-канал. Я думаю, пора переходить на YouTube-канал. И взял впервые на тест-драйв BMW X7. BMW X7 покатался по городу, все классно. Я думаю, нет, это новая модель. Наверняка эта машина еще сырая. И по городу это будет не совсем, наверное, правильный тест-драйв. Мы решили поехать на оплату осы. Там очень плохая дорога. Я думаю, вот там, X7, ты развалишься. И в итоге мы поехали. Я был просто, ну, можно сказать, в шоке, как едет эта машина. Просто глотала все неровности. Для меня как бы BMW и бездорожье это как бы параллельные вещи, но эта поездка меня удивила. А удивил меня конкретно X7 ни одного скрипа, никакого стука. Я думал, ну, по салону она должна скрипеть, так как это новая модель. Вот не было предшественников, да, как, ну, у X5 или там B5 там и так далее. То есть это абсолютно свежий продукт. Я считал, что это сырая модель, но с того момента я стал приглядываться и что-то вот здесь засело у меня в сердце. Вот X7. Я сам не маленький, да, то есть X5 не совсем мне пошла бы или там пятерка, а вот X7, она тоже большая машина и мягкая, добрая, прям как я вот. Стал мечтать, на самом деле. Ну, для меня это что-то нереальное было. Вот реально год назад купить X7, тем более с Баварии. То есть я даже не рассматривал этот вариант. И в этом году, 2 апреля, я пошел, поехал точнее в Баварий центр, зашел. 2 апреля, почему я акцентирую внимание, это день моего рождения. Меня обслужил Карен. Сейчас вот так все звучит, как будто реклама, блин. Карена обслужил, мы сели. Знаете, я всегда мечтал вот перед таким большим экраном сесть и выбрать тачку, которую ты хочешь. Не то, что тебе предлагает дилер, а то, что именно ты хочешь, да, выбрать из всего, что имеет, что может предложить Бавария. То есть это цвет кожи, это цвет кузова, диски хромированные, там, не хромированные. Хочешь, да, вот панель будет обтянута кожей. Хочешь Sky Lounge, да, чтобы горела панорамная крыша. То есть все эти опции, пожалуйста, но плати, да. Несмотря ни на что, я, в общем, навыбирал всего-всего. Вот, то есть машина моя, она, можно сказать, в самой полной комплектации. Вообще, в премиальных машинах, я хочу сказать вам, что нет такого понятия, что вот эта машина – самая полная комплектация. Такого нет. Ты можешь собрать машину так, как ты видишь и как ты хочешь. И в случае BMW это назвали individual. То есть индивидуальный заказ под клиента. И эта машина в комплектации индивидуал. В общем, я заказал. На тот момент можно было только миллион тенге оплатить. И ее начнут, грубо говоря, собирать, да. Ждали. И я вот до последнего думал, да, брать ее, не брать. Это слишком дорого. Мама говорит, зачем тебе такая дорогая машина. А потом подумал, знаете, вот в Алма-Ате, по крайней мере, да. Каждый день пачками берут эти машины. Что Мерседесы, что BMW, что крузаки эти. И я решил тоже взять. Почему нет? Почему? Для чего я тогда работаю? Для чего я мечтаю? Для чего я это все делаю? Да. То есть есть возможность, надо брать хорошего, хороший автомобиль. И слава богу, у меня получилось. Как я и говорил, комплектацию я собирал под себя. И давайте начнем разбирать, что я выбрал, для чего выбрал. Начнем с цвета. Когда вы выбираете перед компьютером, машина выглядит как будто просто темно-синяя, как и сейчас, да. Но стоит этой машине выехать на улицу под лучами солнца, этот цвет просто очень-очень красивый. Далее. Я выбрал машину с хромированными вставками. Бавария предлагает Shadow Line, то есть все хромированные вставки могли бы быть в черном глянце. Когда эта опция только появилась, реально было очень круто. Много кто заказал в такой комплектации машины. И как мы видим сейчас в городе, начиная с пятерок, заканчивая их седьмых, все они идут в Shadow Line. И это на самом деле немного как будто поднадоело. Я считаю, что вот в таком исполнении машина выглядит свежо, как-то по-европейски, знаете. И в конце до конца у меня есть detailing, где я могу всегда сделать этот Shadow Line. В принципе. Поэтому я решил рискнуть. И в итоге получилось вот так. И мне это очень нравится. Я просто защитил весь кузов и хром полиуретаном и катаюсь, наслаждаюсь. Далее. Здесь стоят диски 22. Это тоже индивидуал идут. По салону я выбрал рыжую кожу. Также, если вы хотите, чтобы в вашем BMW панель была обтянута и дверные карты кожи, то это тоже опция. Про проекцию на лобовом стекле, алькантара на потолке и так далее. Я уже про это не буду вдаваться в подробности. Сваровский, все как положено. Также я еще заказал Sky Lounge. Моя панорамная крыша подсвечивается. Ночью это выглядит очень эффектно. Есть такая опция подруливание задней оси. То есть задние колеса у меня тоже подруливают. За счет этого автомобиль рулится просто шикарно. Я считаю, что в его классе нет ни одного автомобиля, который так же рулится, как BMW X7. Чуть ли не забыл, ребята, здесь также стоит лазерная оптика. Это тоже опция. Светит реально шикарно. То есть ночью по трассе могут фары светить дальней, но при этом не ослеплять ни стречку, ни впереди езжащую машину. Реально, очень круто. Объяснять очень долго. Посмотрите на ютубе. Ну, я реально кайфую от этого оптики. Двигатель здесь стоит простой, трехлитровый, твинтурбо, порядка 340 лошадиных сил. Динамика у этого автомобиля хорошая. Мне, в принципе, этого хватает. По паспорту заявлено 6,1. Но, ребята, вот Скарский EZ, все вместе они замеряли. По факту машина может поехать 5,9. Вот. Это более чем достаточно, учитывая, что у тебя небольшой объем. Налог маленький. Расход бензина тоже небольшой. Он ест у меня с моей ездой в городском режиме, с включенным климат-контролем. Где-то 14 литров по городу с 95-го. Это больше, чем хорошо. Давайте пройдемся по ценовой политике. То есть, эта машина, если сравнивать со всеми его конкурентами в его классе, то эта машина самая дешевая среди всех конкурентов. При этом, она мне дает абсолютно все опции, а то и больше, чем его конкуренты. То есть, если нафаршировать так же, тот же Range Rover или GWS, то ценник там порядка 20 миллионов разницы. Итак, ребята, давайте подведем итоги. Это была моя небольшая история, почему я купил X7. Это была моя мечта и за год, слава богу, у меня получилось осуществить свою мечту. Я уверен, что у вас тоже есть своя мечта. Неважно, это будет X7, дом или яхта. Ребята, идите к своей цели, верьте в себя, нет никаких преград. Как бы там ни было в нашей стране, можно заработать деньги. Я вам говорю, как человек, который заработал эти деньги честным трудом, никому ничего не должен, смотрю всем в глаза. И я уверен, что у вас тоже все получится. Я искренне желаю вам так же пойти в автосалон и купить машину своей мечты. На этом все, ребята. С вами был Талгат Итаев. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok